Я уже как-то говорил, что моему сыну уже исполнилось 18 лет, и у меня было видео «Портфель сына». Но так как сыну исполнилось 18 лет, я сказал ему, слушай, дорогой, открывай брокерский счет и веди его уже сам. Я не хочу отвечать за твой брокерский счет. Мы его открыли, и вот сейчас сын начал формировать. Подробности в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Но до этого, до 18 лет, я взял его деньги, которые у него были. Он сказал, я хочу их инвестировать, как это сделать. И я для него открыл брокерский счет у Тинькова, положил его деньги конкретно на карту Тинькова и в Тиньков инвестиции. Завел, там распределил эти деньги, как считал нужным. Ну, как бы, так сказать, я с ним советовался, я ему пытался объяснить, но вижу, что его сильно это не интересовало. Он говорил, да, 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 все такое. Вот, сейчас он, ну, во-первых, 20 августа у него исполнилось день рождения, соответственно, это было в Турции. Вот, мы прилетели когда из Турции, открыли ему брокерский счет достаточно быстро. Ну, пока еще, так сказать, там суть до дела, не пополняли его. Вот, ну, сейчас он заработал еще, там, денежки 34 тысячи. Говорит, 10 тысяч я хочу оставить себе, там, на какие-то свои примочки, так сказать, там, какие-то электронные штучки. Вот, а 24 хочу инвестировать. Ну, и я сказал, ну, окей, слушай, вот у тебя есть брокерский счет уже в открытии, в открытии комиссии ниже, и давай-ка ты его формируй сам. Там, и я помог ему пополнить вот этот брокерский счет, это было не так просто, на самом деле, то есть, ну, так сказать, он переводил деньги, там, с Тинькова, значит, там, на открытие, с открытия, на брокерский счет. Там, сначала по реквизитам, это достаточно такая история, ну, длительная. Вот, и мы сели с ним на днях, вот, за расчеты, то есть, я расписал, мы расписали все те акции, которые были у него в Тинькове инвестициях. Там, часть из этих акций были в прибыли, часть из этих акций, как обычно, в убытке. И самый большой убыток дали акции Acadia International, Acadia Pharmaceuticals, это фармацевтическая компания, у которой были перспективы на очень хорошие перспективы, на очень хорошее лекарство, которое вот прямо уже показало клинически, что оно будет хорошо работать, что оно действует. И эти лекарства уже вот проходят, прошли уже два этапа клинических испытаний, и уже подается, подавалась заявка на выпуск его уже в коммерческое использование. Вот, но, к сожалению, комиссия не дала согласия, причем она никаких комментариев не дала, сказала, что, ну, мы подождем это дело. И вот сейчас вы видите график Acadia International, акции упали тогда. Вот, и это, конечно же, да, а если бы было одобрено, то, соответственно, они примерно так же взлетели бы. Ну, вот так случается с биотехами. Вот, что я ему советовал сделать тогда, ну, естественно, говорю, подождите, сказать, лекарства примут. Вот, ну, время шло, значит, лекарства не принимали, и где-то вот здесь, наверное, я уже решил, что акции снова пойдут вверх, и говорю, давай-ка мы их докупим немножечко, и они пойдут вверх. Кажется, они начинают идти вверх, давай-ка мы их докупим. Где-то то ли здесь, то ли здесь, я уже не помню. Короче говоря, мы их докупили, да, примерно по 24. Мы их докупили, ну, как видите, они ушли еще вниз, и тем самым, в общем-то сказать, на счете у Тинькофф инвестиций у него общая сумма убыточная, на самом деле, так сказать, там 37 тысяч было, вот, и там убыточек какой-то есть, там в районе, там, двух тысяч он постоянно держится. Мы расписали весь этот счет брокерский у него, то, что в прибыли, то, что в убытке, скомпоновали его, и мы сделали так, что там прибыль нулевая, чтобы не платить налог на прибыль, и, соответственно, я сказал, хорошо, я выведу эти твои денежки, что, в общем-то сказать, я и сделал на прошлой неделе. Там осталось 5 акций Акадия Интернешнл, которые, ну, пока еще, ну, в убытке, просто ждем, зачем платить, то есть, если мы купим Акадия Интернешнл уже в открытии, то будет база более низкая, и поэтому придется платить больше налога. Я сказал, давай подождем это дело, а остальное перевел. Вот, и после того, как у сына появились деньги, там, 50 с чем-то тысяч, да, 37 плюс, ну, около 50 тысяч, 24 плюс 27, да, 51 тысяча, он говорит, ну, а что покупать, давай покупать. Я говорю, ну, вот у тебя был Яндекс, давай купим Яндекс, потому что, ну, хай-теки должны присутствовать в портфеле. Он говорит, окей, значит, я ему помог купить, буквально вот через приложение «Открытие инвестиций», я ему помог купить акции Яндекса. Показал, где стакан, показал, как покупать, ну, по более выгодной цене, более-менее, вот, чтобы он понимал. Потом он говорит, ну, а что еще купить? Я говорю, я не знаю, что еще купить. У него, ну, была одна акция Яндекса, мы ее купили. Была одна акция у него, так сказать, или сколько там, ну, сколько-то акций Аэрофлота. Я говорю, ну, слушай, Аэрофлот, наверное, не стоит, потому что тут сейчас это самое новая паника, новые вирусы и так далее. Наверное, не стоит их покупать. Он говорит, да, наверное, не стоит. Вот, потом что еще? Он говорит, что еще, что еще купить? Я говорю, ну, вот у меня Тинькофф больше всего дал прибыль, но Тинькофф, как бы, уже, наверное, не уверен, что стоит брать. Сейчас говорю, есть рекомендации брать ВТБ, возьми ВТБ, 1200 акций. Вот, ну, он зашел, посмотрел, да, действительно, он удивился, что акции могут стоить столько, что можно, так сказать, 200 тысяч акций покупать. Он купил 200 тысяч акций ВТБ. Кроме того, у нас на том счете, который был, был консервативный инструмент, это 6600 штук паев фонда ETF, FXRV, вот, я говорю, ну, вот их и возьми. В общем, сказать, он взял эти паи FXRV, это ETF, вот, он общий такой, вот, и дальше он говорит, ну, а что еще, что еще брать? Вот, я говорю, ну, не знаю, думай. Вот, у него были акции полиметалл, которые ушли, тоже были в минусе, в небольшом там, говорит, я говорю, полиметалл у тебя были, он такой, не знаю, говорит, золото, наверное, надо взять. Я говорю, ну, у меня полюс золота. Он такой, полюс, полюс золота, давай полюс золота все-таки, он такой, понадежней. Ну, зашли, посмотрели полюс золота, конечно, дороговат, говорю, ну, мне кажется, что у золота хорошие перспективы, бери, хорошие идеи. Тем более, что это была его идея, он спросил, он спросил про золото, я говорю, давай, вот. Вот, да, почему ВТБ банк? Ну, сразу, так сказать, первая мысль, которая пришла, он говорит, Сбербанк. Я говорю, ну, если брать банк, то, наверное, ВТБ сейчас вроде про него говорят, что он сейчас фаворит. Насчет Сбербанка не знаю, ну, почему бы и нет. Здесь я не могу ничего сказать, но я ему посоветовал. Потом он говорит, что еще, что еще, что еще, я говорю, ну, Газпром. Потому что сейчас, говорю, смотри, сейчас цены на газ очень высокие, в Европе просто бьют все рекорды, наверное, у Газпрома должна быть прибыль, тем более, что Газпром вроде начинает обещать платить дивиденды, давай возьмем, взяли Газпрома, там, два лота, 20 акций, ну, примерно, чтобы на одну сумму было, понимаете, и у него остались все какие-то, какие-то компании, значит, какие-то деньги, он говорит, куда еще вложить? Я говорю, не знаю, а вот думай сам, пожалуйста. И он такой, пошел, говорю, не надо торопиться, ты подумай, решай. Дело в том, что он, когда был со мной на форуме Private Money, он очень внимательно слушал, так сказать, далеко не все понимал, но ему очень понравилось выступление Евгения Когана, Когану привет, вот, и, соответственно, он подписался на его телеграм-канал, сейчас постоянно читает телеграм-канал Евгения Когана, БитКоган, и говорит, там столько информации, что-то как-то я, это самое, теряюсь, что взять, что взять, не знаю. Вот, Коган это советует, Коган то советует, ну, так сказать, там он анализирует, он не советует, Коган не имеет права советовать и правильно делает. Вот, и, соответственно, я говорю, ну смотри, потом он, значит, покопался немножечко, покопался, я говорю, слушай, в открытии инвестиций, и говорит мне, слушай, а тут есть готовые идеи, я говорю, ну да, стоит пользоваться, я говорю, конечно, почему нет, он такой посмотрел, так, хопа, лукойл, пап, тут идея на лукойл, и, значит, там горизонт инвестирования такой-то, значит, там, сейчас, я не помню, там 5-600, по-моему, акции стоит, цель всем с лишним, говорит, стоит брать, я говорю, слушай, ну, нефтепереработка в России, да, то есть у меня, например, Газпром нефти, почему бы не взять лукойл тебе, то есть я не вижу никаких этих самых, он говорит, хорошо, я возьму лукойл, вот, взял лукойл, и дальше говорит, ну, а что дальше купить, а что дальше купить, я ему говорю, слушай, мальчик мой, возьми-ка, вот, мой плейлист, портфель 100 тысяч рублей, и внимательно, внимательно его пересмотри, потому что портфель 100 тысяч рублей, это, ну, вот, то, что я, то, что мне больше всего нравится, на самом деле, модельный портфель, ну, модельный портфель ему не светит, на самом деле, пока еще в ближайшее время, а вот портфель 100 тысяч рублей, там общие принципы построения портфеля, общие принципы диверсификации, они там расписаны, там основная мысль следующая, разделить всю сумму денег пополам, половина в рублях, половина в долларах, и, значит, ну, там 40 на 60 процентов рекомендуется, 40 процентов в очень консервативные инструменты, такие, как фонды ETF, вот, в данном случае мы его купили, и облигации, вот, поэтому, поэтому смотри сам, а акции уже, значит, они такие рискованные, их можно покупать, можно продавать, в зависимости от ситуации, смотри по рекомендациям, он говорит, да, хорошо, и что я еще хочу сказать, смотрите, половина в рублях, половина в долларах, вот самая большая проблема в долларовой части, потому что самые консервативные инструменты в долларах, это, естественно, облигации, но облигации, одна штука облигации стоит тысяча долларов, вот, тысячи долларов, вот, поэтому, естественно, с 50 тысячами рублями, понятно, что здесь диверсификация такой не получится, 40 процентов, поэтому я ему посоветовал взять готовые решения в открытии инвестиций, сейчас входит уже в единый, этот самый, в единый стиль, в управляющей компании открытия, пиф, облигации глобальные, то есть, это там от одного доллара минимальный пай, вполне себе, то есть, можно на любую сумму взять пай и все, то есть, ну, как бы там от 1000 рублей, по-моему, ну, у нас там в районе, сколько там, 54-20, там 2-4 тысячи где-то на это дело пойдет, сейчас он еще, скорее всего, заработает деньги, возможно, уже сегодня, и уже будем формировать портфель с учетом этого, но он ткнул в открытие, в управляющую компанию открытия, там потребовались снова регистрироваться, дело в том, что она хоть и входит в открытие инвестиций, это уже не брокер, это уже управляющая компания, ну, будем регистрироваться, будем потихонечку проходить это дело, и посмотрим, что у него будет, да, кстати, он радостный такой прибежал вчера, говорит, папа, у меня уже плюс 500 рублей, вот такие истории происходят, ну, а с Акадия Интернешнл тоже будем смотреть, как только Акадия Интернешнл, вот эти 5 акций выйдут в ноль, соответственно, я их продам и переведу эти деньги ему, и еще, ну, там, долларовую часть уже будем смотреть, как мы будем покупать акции США, скорее всего, это будут уже акции на московской бирже за рубли, или купим рубли, это уже как карты лягут, грубо говоря, но я надеюсь, что кому-нибудь это может быть полезно, напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, по поводу, как инвестируют ваши дети, инвестируют ли вообще, ну, вот, моему сыну только исполнилось 18 лет, у него уже больше 50 тысяч, уже, ну, почти 60 тысяч в инвестициях, и это будет уже скоро очень здорово увеличиваться, и я думаю, что, в общем-то сказать, ну, у него будут хорошие перспективы. Ну, а подписаться на портфель 100 тысяч рублей вы можете прямо сейчас увидеть ссылочку на плейлист портфель 100 тысяч рублей о том, как сформировать портфель самостоятельно, ну, а если вы не хотите самостоятельного, если вы хотите табличку в Excel, то там тоже будет ссылочка портфель 100 тысяч рублей, да вот там, наверное, в описании будет, или в первом комментарии ссылочка на портфель сына, портфель 100 тысяч рублей, там просто вы сможете скачать табличку с моим текущим портфелем, и в соответствии с этой табличкой вы сможете сформировать собственный портфель в зависимости от вашей суммы. Ну, вы видите, что у сына 50 тысяч рублей, но он будет формировать тоже на основании этого же, этих же принципов, чего я, в общем-то сказать, и другим советую. Вот, но, конечно же, любые рекомендации, это как бы только рекомендации, только мое мнение, и учитывать его или нет, это ваше решение, и решение принимайте сами. Ну, а на сегодня все, спасибо за внимание, лайк, подписка, поделитесь со своими знакомыми этим видео, и до встречи, с вами был Деменков Юрий.